Ты сделал офигенно классный пост, ужасно интересный. Насчет того, что смысл майндсета, еще раз, настройки мозгов венчурного капиталиста, ты очень глубоко не вникаешь, и у тебя создается такая нейронная ловушка в голове, в которую ты ловишься, и ты становишься очень поверхностно. И также ты там очень интересно сказал, что люди операционные, они залазят очень-очень глубоко вовнутрь, но у них отсутствует вот такой широкий взгляд. Первое, у VC, как мне кажется, из-за того, что они допущены в такое огромное количество святая и святых, у тебя вырабатывает такое, что работает, что не работает. Вот что ты думаешь в этом смысле разницы такого венчурного разума и не венчурного? Но на самом деле я не думаю, что мы тут с тобой как-то расходимся, потому что это был exactly my point, что стартаперам нужно и то, и то, потому что VC действительно видит очень много компаний, и видят, что работает, что не работает, но все равно не видят, как сделано то, что работает в деталях. То есть на какие грабли наступают, какие грантики надо подкрутить, чтобы все это реально заработало. И тут как раз вот эта глубина нужна. И там просто возникает интересный момент еще такой, и это тоже одна из ловушек, в которую люди часто попадают. Понятно, что стартаперы, которые реальные бизнесы делают, они меньше этому всему подвержены, но многие там wannabe's, они, наверное, подвержены. Вот этот эффект Тони Робинса, что я послушал, мне что-то сказали, и у меня все получилось. Ну, нету. Silver bullets do not exist. То есть вы должны... Единственное, с помощью чего вы можете вырасти, это small gains в разных-разных местах. Вы подкрутили тут на 3% лучше, тут на 1,5% в сумме у вас получается 75%. А так, чтобы вы одну штуку сделали и хоба, не бывает. А вот то, что ты говоришь, вы смотрите много компаний, и видно, что работает, что не работает, это все равно какие-то яркие, может быть, штуки, которые дали не 3% gain, а 15%, они там периодически выстрелят. И знать очень классно. Ну и там же действительно то, что я говорил, что оборотная сторона менеджеров, то есть, как ты сейчас сказал, DC, видят очень широко, очень много компаний. Да, но поверхностно, да. Но при этом вы видите действительно там яркие best practices. Может быть, не знаю, как в деталях реализовать. Operational people видят очень глубоко. Там несколько компаний, в которых они работали, знают, все подноготные. Но там есть ловушка, в которую тоже много, уже даже не стартапов, а когда компания вырастает, там у нее 100 миллионов, 200 миллионов, они идут, нанимают громкое имя там, и все VC любят это говорить. Proven success track record, да, то есть человек там вырастил какую-то компанию, продал, там был CEO, там whoever. Они его наняли, он пришел, и ваш бизнес завалил. Почему? Потому что менеджеры попадают в когнитивную ловушку другую, у них есть patterns, они их один раз где-то сделали, они сработали, и они не особо пытаются их там question, они делают то, что уже было. И поэтому вот идеальное сочетание для стартапов, это как раз и то, и то, да, то есть смотреть, что происходит, выбирать лучшее, и при этом иметь вот таких классных executioner, которые могут вам помочь применить к вашей компании, к вашим реалиям тоже. Это вообще очень тяжело выйти за рамки своей профессиональной ограниченности, профессиональной деформации, правда? Я как бы, ты как инвестор, когда ты как бы просто акционер, да ты акционер, тебе там раз в месяц действительно прислали что-то и так далее. А когда ты активно вовлечен, тем более если это большая инвестиция, или если ты член борда, там есть компании, с которыми я разговариваю там по нескольку раз в неделю. Причем не то, что разговариваете, о, как дела, там пришли, а они говорят, вот, слушай, у нас не работает то-то и то-то, слушай, а что нам с этим, а ты можешь помочь, там посоветоваться с этим, а вот тут у нас интервью. То есть огромное количество каких-то иногда мелких, но иногда очень важных моментов, которые ты вступаешь. Но человеку очень тяжело прыгнуть вот выше головы, как, знаешь, как говорят, above my pay grade. Что с этим делать, я не знаю. А вот как стартаперу быть? Вот он каких-то вещей не знает. Ну, это классный вопрос. Я не думаю, что это, что есть на это какие-то best practices и ответы. Это как раз то, что я думаю, и я пытался вот с теми стартапами, с которыми я работал после того, как ушел из мимо, я пытался с ними это делать. Те patterns, которые были successful, это все равно your best guess. Это лучше, чем начинать случайно с каких-то непонятных идей. Но начать с них, а вокруг постепенно вводить какие-то эксперименты. Давайте тут по-другому сделаем, а давайте тут, да, сварить результаты. И потом, то есть такой как бы gradual, constant experimentation, да, и добавление каких-то вещей именно в бизнес-процессы. Вот это, я думаю, я должен просто в культуре компании, это должно драйвиться именно от фаундера, там, от CEO, потому что все-таки, ну, менеджеры, им сложнее, называют коммунитивные ловушки. Ведь, смотри, такая большая компания, даже, скажем так, большой стартап, которая доросла до вот таких серьезных цифр, как миллиард долларов продаж, абсолютно, вау, очень крутая. Народ об этом думает, что вот мы построим большую компанию, но очень-очень мало кто достигает такого. Насколько сильно, вот что самые такие могучие вещи, которые происходят там на рубеже, там 50 миллионов долларов в год, 100, 200, 300, что происходит? Вот какие колоссальные изменения? Да, это классный вопрос, потому что, реально, первые, там, я не знаю, лет 5-6, ВИМ плюс-минус удваивался каждый год, причем на таких, на серьезных цифрах. И там ощущение было такое, что у тебя меняется вообще набор проблем как бы полностью. Там уже привести конкретные примеры достаточно сложно, но понятно, что это сложно для людей, потому что, вот особенно на ранних стадиях, там как бы 200-500, там уже примерно все, одно и то же. Миллионов в год, ты имеешь в виду? Да, миллионов в год, да. А вот когда у вас там 5, а потом становится 20, а потом становится 50, а потом становится 100, вот там сложности. И я тоже для себя там, в принципе, ну и у VC, понятно, у вас наверняка есть, там по стадиям разделяете, как на компании, да. Но вот там на определенных тех ранних стадиях нужно менять вообще все подходы. Для этого тоже ментальная гибкость нужна очень большая. То есть там в начале, когда все вообще wear many hats, да, и делают там все, что там нужно, да, и берутся за все, это одно. Потом у вас нужно начинать вводить какие-то процессы. Люди, которые цветут в хаосе, им процессы не очень нравятся. И наоборот, да. Вам нужно очень аккуратно людей подбирать. Есть такие вещи, когда для менеджеров, тоже для меня это был челлендж какое-то время. Есть большая разница, когда вы manage line people напрямую, да. То есть, допустим, я рулю сейлами. У меня есть сейлы, я ими рулю. А есть разница, когда я рулю кем-то, кто рулит сейлами. А если я еще там кем-то, кто рулит там сейлами, еще кем-то, и у тебя всегда есть искушение залезть вот туда, в самый низ, а тебе не надо это делать. И вот понять, как все это выстроить, особенно для first-time founder, когда у него появляется несколько вот этих layers, это прям большой челлендж. То есть там, конечно, все вот эти проблемы, они именно организационные. Это не про там продукт, маркетинг, это понятно, что делать. А вот именно организационная часть, процессная часть, про нее мало кто говорит. На мой взгляд, это такая вещь, где в том числе VC-комьюнити может много помочь. На ранних этапах очень классная штука, которая прям помогла, это мы сделали core values. Core values и company culture. Это для меня прям был офигенный эксперимент, что я человек русский, а как бы, ну, я серб, да, но я вырос в России. Не суть. Мы вот к этому всему булшиту у нас как бы сразу там цинизм включается, фильтр вот этот там. Мы представляемся людей, которые с утра там гимн поют, да, там, корпоративные. И это все кажется настолько на нас бессмысленным, да, что как бы вообще куда. Но мы сделали такое упражнение, да, то есть это как раз то, про что ты говоришь. Когда ты маленький и ты знаешь всех, у тебя все равно есть company culture и у тебя есть values. Ты, может быть, их никогда не выписал, но они у тебя есть. И вот мы сделали, мы их вытащили наружу, да, какие как бы реально core values были вот в основателях компании и в первом, вот в маленьком этом ядре. Мы это вытащили, мы сказали, вот это будут наши values и наши culture. И потом мы это использовали как гайдлайн, там, при найме сотрудников. Понятно, что это все равно начинает там дрифтить, когда у тебя нет прямого контроля, но там дальше тоже есть очень хитрая такая фишка, которую очень сложно делать, на самом деле. Она может быть counter-intuitive, да. Там они рисуют такую матрицу, что как бы culture fit и performance, да, по осям. Как две оси. Руки, да, да. И, соответственно, если у тебя есть high performer, но который не culture fit, тебе его все равно надо увольнять. И вот это, капец, очень тяжелое решение, да, потому что, но это реально long term так и есть, потому что это получается toxic, это получается в команде проблемы, но вот как бы эти cultures и values это то, почему ты принимаешь higher and higher decisions и это прям важно. Вау. Есть эта проблема, я всего пару лет назад узнал этот термин, the lunch problem, что сотрудник идет обедать и не возвращается. Вот. Вот у вас как-то не было такой проблемы, потому что здесь просто вот там кризис, не кризис, люди там у нас, не буду называть компаний, прям чуть ли не вообще борт плясал и радовался, чтобы мы смогли нанять там чувака на 350 тысяч с там годовой компенсацией полмиллиона еще акций. и прямо вау, это круто. И он там, ну обычный, да, ну менеджер и что. Ну да. Это чисто наши такие идиоты? Ну это же вот та тема, по которой мы друг на другом подтруниваем периодически. Да, да, да. Я пишу, это та причина, по которой мы в долине никогда не были. В первую очередь именно из-за этого. Потому что когда вы строите компанию, вам должны быть четкие причины для того, чтобы были в долине. Реально, если у вас какой-то технология, прямо от Super Advanced, да, наверное, потому что там действительно котел, там все варятся и так далее. А так, вам же нужно смотреть как бы коссурсов, насколько они long-term могут быть. И, ну, любимый офис был сначала в Колумбус-Агайо, потом у нас был Inside Sales Office в Атланте, в Фениксе. как бы такие не hot places, да, там люди в ланч никуда не уходят, но они нормально работают. И именно осознанно, да, это не случайно так? Мы были не в Нью-Йорке, не в Чикаго. Нет, у нас Field Sales сидели везде, конечно, но именно вот Field Sales, не такой major operations. Опять же, то, чем нам помог, в том числе, вот этот консультант, ну, там было еще много примеров, вы можете легко найти там литературу разную, как этим заниматься, помимо Core Values, у вас там есть классная тема Score Customer, например, это тоже, что многие путают, особенно, когда они мают там маркетинг менеджеров с MBA, там или с корпорацией, они там начинают сегментации, там, кто у нас decision maker, бла-бла. Вот, а Core Customer это другой совершенно концепт, это конкретный человек, вы его прямо в голове должны держать, который пользователь нашего продукта. Не факт, что он его даже покупать будет, но это тот, для кого вы делаете ваш продукт и про кого вы вообще все время думаете. И там тоже есть куча примеров успешных компаний, когда у них Core Customer очень хорошо определен, и цель его главная, это вам понимать, каким фичером ваша продукта вы говорите нет. То есть вы всегда думаете, всегда есть куча идей, классно сделать, да, но вы думаете, а моему Core Customer там, если у меня это семья с детьми в Макдональдсе, да, там, 35 лет, да, давайте пиво продавать, а нет, не будем мы пиво продавать, потому что Core Customer не подходит. И вот то же самое здесь. За этим там тоже довольно-таки большое упражнение стоит. Вот, но очень такой, очень сложный тоже момент, но очень важный, который прям, вот если бы сказали One Learning, да, это, это приоритеты и фокус, потому что, опять же, в современном мире очень легко себя просто на кучу сторон, да, попытаться как-то пойти. Или даже там в бизнесе, когда я там делал бизнес-ревью с моими менеджерами, которые very senior, там, VPs of sales, потому что я рулил в частности продажами всеми в Штатах, вот, вот, они приходят и у них список там приоритетов, и там, не знаю, 27 пунктов, не работает. Если у вас от одного до трех приоритетов, вы один делаете хорошо, второй и третий вы делаете как бы окей. Если у вас пять приоритетов, первый вы делаете окей, второй и третий кое-как, четвертый и пятый вы не делаете. Если у вас семь, вы вообще ничего не делаете. Если в компании больше трех company-wide initiatives, да, такие прям приоритетные, в больших компаниях, которые публично торгуются, они underperform the market, а те, у кого меньше, те overperform. Ну, это чисто, опять же, как наш мозг устроен, да, но фишка в том, что это, опять же, counter-intuitive, мы хотим делать много, мы хотим делать все, а как бы вот четко, жестко сказать себе нет, 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 но сюда зато все усилия вложить, это вот прям такая. Для стартапа корпорация это вообще загадка. Есть ли какой-то совет вот такой вот общий, вот когда ты имеешь дело, вот ты стартап, когда имеешь дело с корпорацией, то, там с большой. Да, слушай, классная тема, она такая тоже, большая, но тут есть один learning, который я увидел много, работая со стартапами как раз после него уже, при этом зная как бы обратную сторону, да, это больше к B2B относится, потому что это когда вы продаете на корпорат рынок, но я просто работаю именно с этими стартапами, там есть такая ловушка в продажах и в нее попадают инвесторы в том числе, я попал в несколько раз, потому что я увлекающийся человек, мне классно, когда продукт классный, идеи, глаза горят, там, где я, идею сразу дальше развивать, там, а давайте вот это запилим, то очень часто складывается такая ситуация, что ваш продукт в вакууме, он офигительный и вроде бы даже конкретную проблему решает, потом вы начинаете пытаться продавать и у вас ее как-то не покупают, там, один из 100 может купит, да, и проблема в том, что ваша проблема в контексте 153 проблем, которые сейчас есть у конкретного менеджера, с которыми вы разговариваете, она на месте 117, да, и если вы заранее не узнали, на каком месте вообще-то вот эта проблема в корпорации, они признают, да, у нас есть такая проблема, вы даже с ним будете говорить, спрашиваю, у вас есть такая проблема, я скажу, конечно, есть у нас такая проблема, да, прикольно, наверное, а потом вы начинаете продавать, они на звонки перестают отвечать, там, еще что-то, у них приоритеты другие, вам капец, как надо попадать, там, в топ-3 приоритета вот этих корпораций, и нужно любыми способами их узнать. А как? Простите, я перебью, а как? Это как бы искусство enterprise sales менеджера, то есть про это, ну, они начинают возмущаться, вот, я там написал в корпорацию, там, если им исправить вот эту страничку на веб-сайте, да у них там у людей будет, да им пофиг на это вообще, у них там деньги приходят вот отсюда, а вы им хотите вот тут там подкрутить полпроцента каких-то, которые не нужны, то есть нужно знать, как бы, контекст, это вот. Слушай, а вот я, скажи мне, я знаю, что ты человек, я очень ценю это, что ты человек прямой, не боящийся быть, быть контрарен, вот, вот скажи, у меня иллюзия моя, инвесторско-стартаперская, она правильная или нет, что одна из самых больших аберраций стартапа при попытке успешно взаимодействовать с корпорацией в том, что ты предприниматель и ты воспринимаешь все как, о, возможность, как бы, воспользоваться ей, а корпоративный человек, он даже может, классный, он сто раз может тебя класть, думает, блин, это сейчас, рушить процесс, вот, это правда? Да, это абсолютно тоже верно, потому что это действительно совершенно на другом майндсет, как бы, менеджер, который управляет процессом, у него, если, опять же, мы говорим открыто, да, у него главная мотивация это защитить свою задницу. Конечно. Потому что ему главное, чтобы его не уволили, ему нет задачи улучшить, да, первое, это чтобы не уволили, если вы объясните, что его не уволят, если мы с вами провели, он будет дальше слушать, да? Да, да, да. Ну, вот я обычно, если сжато в одной минуте сказать, когда я пытаюсь стартаперам, вот, мое любимое словечко, майндсет, когда я стартаперам пытаюсь объяснить, что, ребята, блин, вы поймите, вот так же, как мы сейчас с тобой говорили, стартапер, блин, пойми корпората, это другой, так же пойми инвестора, особенно VC, ангелы чуть-чуть другие. С точки зрения стартапа, блин, классная идея, блин, меня прет, как вот меня от моих котиков, прет, я тащусь там, шутки рассказываю, хи-хи, ха-ха, там, по три, по четыре эпизода в день записываю с одного тейка, мне классно. И стартапер, как бы, или ее там прет, все классно, а еще и деньги зарабатывает, вау, вообще просто счастье, а еще и там людям работу дает, да, все, вообще, жизнь, это, это малина. И тут появляется такая гнусная рожа, говорит, блин, вот это не нравится, то не нравится, скорость роста маленькая, там, конкуренты очень сильные, в продукт не сильно верю, сегмент очень странный, экзитов у него мало, там, это маленький перечень из тех гадостей, которые я, конечно, по-человечески, там, но все равно, по сути, злобно. Я думаю, блин, какая же ты сволочь, у меня тут вот, прекрасный мир, я тут строю нормальный, и он, или она прав, абсолютно, но это просто другой майнсет, увеси майнсет, тебе денег, все, я больше ничего не хочу. Вот вопрос к тебе, а насколько для тебя, как человека, который не как турист, это знает, с точки зрения бизнеса, в чем ты видишь от сайт и даунсайт западноевропейского, ну, там, центрально-западного EU майнсета и американского, в чем сильные, в чем сладует эта сторона? Америка, что ни говори, с точки зрения бизнеса, она все равно гораздо проще для ведения бизнеса, чем Европа, в частности, для интерпрайзов, потому что там все-таки люди привыкли смотреть там, если ты решаешь мою проблему, я с тобой как минимум поговорю, а может и куплю. А в Европе все-таки вот этот танец там, relations, а кто тебе порекомендует, как бы, говоришь ли ты, не то что на моем языке, а там на моем диалекте, оно гораздо больше присутствует. С твоей точки зрения, есть ли какие-то и преимущества именно в бизнесе в Европе? Ты знаешь, вот это тоже интересный момент, потому что в этом смысле загадка немца как раз, потому что немцы вот пять вечера, они уходят домой, потому что как бы все, кончился мой рабочий день. Но при этом они умудряются иметь вот эту свою экономику, они умудряются делать все, что они должны делать, там, закрывать сделки, у них продуктивность самая высокая, там, и вот, и вот, то есть вот это и все-таки методичность, там, подход, и в частности, что как-то проявилось в ВИМе, да, и тоже, что может быть там интересно для тех, кто начинает делать бизнес, что там очень долго надо заходить в Германию, гораздо дольше, чем в Штатах, потому что там нужно, чтобы вас сначала поняли, послушали, чтобы немцы там пункт 1, пункт 1, 3, точка 8, 11, для себя там все галочки поставили, да, это займет там два года, но зато потом, если они поймут, ага, у них запускается, и все, и там прям прет, как не знаю что, то есть вот такая какая-то методичность, она есть. Честно тебе скажу, очень, кроме безумно любимой нами Эстонии, ну, она такая вообще уникальная, очень отличная даже от Латвии и Литвы, которых я тоже много раз был, мы очень с большим трудом, мы не можем найти подходящие нам, я не говорю, что они плохие, но подходящие нам европейские стартапы. Мое ощущение, что западноевропейские стартапы, это такие очень классные, отличные ребята, офигенный дизайн всегда, очень вдумчивые всегда, очень такие взрослые, серьезные, и вот не хотят они вот рисков ночей не спать, они хотят, чтобы вот там 8 часов в день, 5 дней в недельку, большая зарплата. Это встречается часто, там есть стартапы с другой культурой, более стартаперской, скажем так, но вот это есть много, для того, чтобы я там помог, поговорил, мне важно, чтобы с людьми была какая-то химия, и чтобы тема нравилась, потому что, ну, понятно, что у тебя мотивация там в какой-то момент наступает, просто делиться, и тебе по приколу там какие-то темы, но ты же своих котиков делаешь, не берешь тебе деньги с людей. Конечно. Есть ли что-то, есть ли какая-то, не то что волшебная пилюлька, стоит ли как-то правильно думать о продукте, вот я всегда говорю, что, ребят, вы думаете больше, как продавать будете, продукт сам видоизменится, и под клиента подстроится, вы сделаете что-то, и мипишку, и вот начинаете, есть ли что-то, что вот какая-то мудрость, которой ты обычно делишься с людьми, за это получаю, какой-то аквити, а тут это сделаешь сразу за себя сильно, шучу. Продуктовая часть, я, честно говоря, в нее никогда особо не лез, потому что это, ну, на мой взгляд, это вот как раз очень важно, и это тоже очень редкий скилл, потому что там, ну, в чем, опять же, ловушка, в которую многие стартапы часто попадают, особенно когда они для интерпрайза начинают работать. То есть одно, это то, что ты говоришь, когда я там fall in love with the idea of my product, все там сделал, кладу, а никто не приходит почему-то. Второй, когда в интерпрайз начинаются заказчики, и они начинают вас, а подкрутите нам вот тут вот здесь, а вот тут красивую рюшечку, и вы начинаете под них пилить. В лучшем случае, а в худшем случае построите нам еще здесь, и получается не продукт, а какой-то агрибонстрорсити, которая там сделана. И вот, вообще говоря, идеальный продукт-менеджер, да, вот в чем там гениальность Баронова в частности, это он слушал заказчиков всегда, да, он слушал наших сейлов, и потом давал не то, что заказчики просят, да, а то, что они на самом деле хотят. Правильно ли я суммирую успех Виама в том, что это с одной стороны основатели, которые увидели дальше других то, что не увидели сначала другие, с другой стороны это упор на конкретику, а не на you build it, they will come, и третье это вот такой вот, вот как американцы говорят, шрут, такой вот, блин, прямо вот там каждую деталь разберем, подход к продажам, и полное отсутствие какого-то почтения перед тем, что, ну вот стандартно все делают так, вот нифига, правильно, да, это вот я спорю, да? Слушай, получается какой-то прямо идеальный совершенно стартап, прямо нереально круто, я тебе скажу, что я и раньше, в общем, блин, такие продажи и такой exit 5 миллиардов, вау, это само говорит за себя, но я тебе скажу, в ходе нашей беседы я как бы следующее, а посоветуешь, есть какая-то книжка классная уже написанная, или просто ты пока слишком занятен не написал? я пишу сейчас, ты серьезно? да, Русь, вау, ребят, обязательно всем купить. Где стартап котики? Где, 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 где стартап котики? Кто у нас стартап котики? КОНЕЦ КОНЕЦ